МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите... Причины провала в тяге во время набора скорости. Знакомство с новейшим китайским кроссовером. Секреты надежности резьбовых соединений. Согласитесь, приятно, когда двигатель вашей машины живо откликается на малейшее движение правой ноги, которая находится на педали акселератора. Но так бывает не у всех и не всегда. Давайте разберемся с основными причинами провала тяги при наборе скорости. Я отдаю себе отчет, что далеко не все телезрители «Автосферы» досконально знают устройство автомобиля. И тем не менее, я думаю, что для вас будет не лишняя осведомленность хотя бы о направлениях поиска неисправностей. Возьмем для начала самый распространенный вариант – бензиновый мотор, оснащенный системой впрыска топлива. При этом неважно, куда впрыскивается бензин – во впускной коллектор или непосредственно в цилиндры двигателя. Пропуск воспламенения топливовоздушной смеси и, соответственно, кратковременный провал тяги при ускорении может возникать из-за нарушения нормального искрообразования. Проверяйте катушку зажигания, ну или все катушки, если их несколько, на предмет пробоя изоляции. Далее по цепочке идут высоковольтные провода, их наконечники и, собственно, свечи зажигания. Негодные провода и наконечники бьют током при их неосторожном касании. А еще в темноте, как правило, заметно голубоватое свечение от пробоя изоляции. У свечей зажигания могут сильно загрязниться нагаром электроды. Может оказаться слишком большим или, наоборот, совсем маленьким зазор между боковым и центральным электродом. Нередко наблюдается другая нехорошая примета. Желтая полоска у стыка фарфорового изолятора и металлического корпуса. Это признак негерметичности свечи. Вот как раз такая деталь и способна давать сбой в искрообразовании на переходных режимах. Теперь обратим внимание на проблемы с подачей бензина. Забитый топливный фильтр и изношенный топливный насос не способны создать нормальное рабочее давление на входе в инжекторы. А уж зарастание нагаром микроскопических дырочек в распылителях форсунок встречается настолько часто, что это является одной из главных причин провалов при наборе скорости. Конечно, в подергивании и рывках при разгоне может быть еще повинен расходомер, так называемая считалка воздуха. Кроме того, иногда имеет место неконтролируемый подсос воздуха во впускной тракт через надорванный шланчик, через худую прокладку коллектора, либо где-то еще. Другой бедой, провоцирующей провал, может быть неплотное прилегание клапанов к седлам в головке цилиндров. В их сопряжении может попросту набиться нагар, или же выгорит часть рабочей кромки, хоть на седле, хоть на самом клапане. В любом случае, частичная потеря компрессии способна спровоцировать нарушение воспламенения смеси на переходных режимах, отчего, собственно, и возникает провал при попытке ускориться, особенно с малых оборотов. У древних карбюраторных двигателей есть свои причуды. Забитые топливные жиклеры, загрязнение форсунки ускорительного насоса, заедание дроссельной заслонки, неверное расположение переходных отверстий. Про неисправности карбюратора я могу рассказывать часами. А нам еще нужно вспомнить про дизели. Они хоть и реже, но тоже подкидывают сюрпризы по части потери тяги. Неверная, некорректная работа секций топливного насоса высокого давления, либо так называемых насосов-форсунок, опять-таки часто появляется из-за грязного, нехорошего топлива. А если приходится иметь дело с турбонаддувным силовым агрегатом, то на таком моторе коварный провал может появляться, например, из-за плохого уплотнения в стыках магистрали подачи сжатого воздуха к цилиндрам двигателя. В любом случае с провалом тяги надо разбираться и устранять его, иначе езда превратится из удовольствия в неприятную, раздражающую вас обязанность. Китайская автомобильная марка Хавейл неустанно совершенствует и обновляет свой модельный ряд. И вот очередная яркая новинка от Хавейла. Это не рестайлинг, это действительно новый кроссовер. Самое время опробовать его на ходу. Ведь уже с 13 сентября, сразу после официальной презентации, новый Хавейл F7 будет доступен в свободной продаже. Внешность F7 скучной не назовешь. Передняя часть эффектно расчерчена смелыми линиями по периметру необычной решетки радиатора, в которую умело вписаны мощные светодиодные фары. Сплошная светящаяся полоска дневных ходовых огней зрительно добавляет автомобилю солидности и заодно подчеркивает красивый рельеф капота. Броски и розчерки подштамповок на боковинах – хороший дизайнерский ход. А пластиковое обрамление порогов и арок обеспечивает практичность. Оно защищает наиболее уязвимые места кузова от царапин. Многим автомобилистам придется по душе столь стильный и элегантный облик. Обратите внимание на модные выдвижные ручки дверей, как знак стремления к премиальности. Но еще больше впечатляет прогресс по части оснащения салона. Как вам нравится атмосферная подсветка интерьера с выбором из 64 цветов? И если с движной панорамной крышей сегодня мало кого удивишь, то вот голосовой помощник в салоне Хавейла – это уже прямая аналогия с автомобилями класса премиум. Здесь, просто подавая команду голосом, можно открывать и закрывать окна либо дверь багажника, регулировать температуру воздуха в салоне, управлять приводом панорамной крыши, а также задействовать другие часто используемые функции. Hello, Great Wall! Закрой, пожалуйста, багажник. Хорошо, закрою заднюю дверь. Что интересно, озвучивать указания может не только водитель, но и пассажир. Система сама определит, кто чего хочет. Не менее ценным нововведением является так называемый телематический сервис. Хавейл F7 позволяет владельцу дистанционно на удалении от машины управлять, например, подогревом сидений, руля и лобового стекла. Включить автозапуск или запрограммировать его на расстоянии тоже легко. Открыть или закрыть автомобиль. Заранее настроить климат-контроль и даже найти местоположение кроссовера по геолокации. Такие возможности предоставляет новейшая разработка Хавейла. В плане комфорта стоит отметить наличие разнообразных электрорегулировок передних сидений, которые могут оснащаться не только электроподогревом, но и дополнительной вентиляцией. Несколько вариантов настроек водительского кресла можно сохранить в памяти. Удобная штука – проекционный дисплей на лобовом стекле, дополненный соответствующими подсказками. При маневрировании в стесненном пространстве здорово выручают камеры кругового обзора. Беспроводная зарядка для телефона тоже не будет лишней. Удобный селектор выбора режимов работы коробки передач расположен возле руля, как на большинстве современных Мерседесов. Встроенная мультимедиа-система с сервисами Яндекс.Авто упрощает поиск и построение маршрута в навигаторе. Кроме того, тут можно легко находить любимые треки через приложение Яндекс.Музыка. Десять динамиков продвинутой аудиосистемы помогают обеспечить ее объемное звучание. Приятно, что многие востребованные функции вновь управляются физическими кнопками, а не сенсорами. Однако последняя, самая новая версия Хавейла F7 – это не только уютное и комфортное пространство, в котором приятно находиться. Это еще и универсальный по своему назначению автомобиль, который неплохо ездит. По выбору исполнения возможны варианты. Передний или полный привод. Либо полутора, либо двухлитровый бензиновый турбомотор. Дорожный просвет порядка 19 сантиметров упрощает преодоление многих препятствий. Семиступенчатая роботизированная коробка передач переключается быстро и незаметно. В плане надежности она, как показывает практика, тоже не капризна. Еще одно достоинство умной механики, самостоятельно переключающей передачи – это снижение расхода топлива. Но следует помнить, что автоматические трансмиссии с такой конструкцией не любят буксование. Поэтому глубокий снег, вязкую грязь или рыхлый песок на F7 можно и нужно преодолевать только с разгона. Управляемость Хавейла F7 азартностью не отличается. Ездовые качества новинки настроены в угоду спокойствию и безопасности. В сложных ситуациях водителю ненавязчиво помогают умные электронные ассистенты. Способность ускоряться на уровне большинства современных иномарок. Плюс-минус 10 секунд с места до 100 км в час. В зависимости от варианта двигателя. Запас по максимальной скорости более чем достаточный даже для платных магистральных автодорог. Для многих гораздо важнее заявленный средний расход бензина А-92. 7,3 литра или чуть больше 8 литров на каждые 100 км пути. Если речь идет о двухлитровом моторе. И конечно же не последнюю роль играет цена. Она начинается с цифры 2 миллиона 699 тысяч рублей. Что по нынешним временам не так уж много для совсем не маленькой, хорошо оснащенной машины. А для смягчения финансовой нагрузки при покупке автомобиля Хавейл, официальный дилер марки Автотехцентр Антикорсервис готов предложить хорошие условия по автокредитованию. Кроме того, в автосалоне на Мельничной возможны и другие льготы. И еще важным преимуществом приобретения новой автомашины в Антикорсервисе является возможность получения квалифицированных услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. 26 лет честной работы и неустанного совершенствования в своем деле заслуживают большого уважения. Автотехцентр Антикорсервис. Адрес. Улица Мельничная, 132, дробь 1. Телефон 53-25-55. Известно, что резьбовые соединения считаются одним из наиболее распространенных видов крепежа. Хочу рассказать вам об основных правилах обращения с этими нехитрыми детальками. Для начала стоит напомнить о том, что существует три основных вида резьбы. Метрическая, дюймовая и трубная. Поскольку они различаются между собой углом наклона граней, шагом нарезки витков, а также формой зубцов, то детали из трех разных групп между собой никак не дружат. Среди ключевых параметров находится еще и диаметр резьбовой части и класс прочности крепежной детали. Соответственно, по этим показателям выбирается оптимальный момент затяжки. Как правило, он прописан не только в специальных таблицах, но и в руководстве по ремонту конкретной техники. Крутящий момент. На ключе раньше было принято измерять в килограмм силах на метр, а сейчас в ньютон-метрах. Для простоты понимания. Одна килограмм сила на метр – это усилие от груза массой один килограмм на длине ключа или воротка в один метр. Соответственно, таблице перевода физических величин – одна килограмм сила равна 9,8 ньютона. На шляпках многих болтов можно увидеть максимально допустимый момент затяжки как раз в ньютон-метрах. Чтобы его соблюсти без нарушений, необходим тарированный динамометрический ключ. Уважающие себя профессионалы обязательно пользуются таким инструментом. Возможно, кто-то скажет, ну и зачем мне эта информация. Но даже если вы не являетесь автомехаником, и вам вообще ничего не хочется делать своими руками, все равно полезно знать хотя бы азы работы с резьбовыми соединениями. Простой пример. В дороге нужно сменить колесо, и тут тоже есть свои нюансы. Нужно понимать, что надежная фиксация затянутого крепежа обеспечивается за счет силы трения между соприкасающимися поверхностями ниток резьбы на болте, шпильке или гайке с ответной частью, например, с гайкой. А вот смазка резьбы означает, что вы можете, прилагая привычные усилия, легко перетянуть сверх меры крепеж. Результат. Подтянутые, деформированные, а то и полностью сорванные нитки резьбы. Отсюда правило. Резьбовые части должны быть чистыми, сухими, но не смазанными. Те же колесные болты надо аккуратно ставить на шляпку или класть на чистую тряпочку, а не бросать в пыль или в грязь. Ржавчину, если таковая есть на резьбе, следует удалить металлической щеткой. При разборке какого-либо узла старайтесь не путать между собой парные детальки. Каждый болтик или винт кладите к бывшей на нем гаечке. Причем каждую гаечку положите к болтику той стороной, которая была обращена к головке. Вроде бы мелочь, но ведь каждая пара уже примялась, обжалась по месту во всех своих витках. А вот при путанице деталей возникают лишние напряжения. Теперь вновь о крутящем моменте. Возвращаясь к примеру затягивания колесных гаек или болтов, советую взять себе на заметку вопрос контроля за исполнителем работ. Если шиномонтажник затягивает колесный крепеж окончательно с помощью ударного гайковерта, остановите его. Такой метод опасен тем, что потом в дороге вы не сможете даже с трубой, даже с удлинителем отвернуть болт или гайку с потянутой, поврежденной при дурной затяжке резьбой. Бывает и того хуже. Где-то на скорости вырывается, либо обламывается перетянутые детали крепления колес. И колесо теряется чаще всего с очень плохими последствиями. Вот почему поверенный в метрологической лаборатории динамометрический ключ, причем не один, обязательно имеется в каждом приличном автосервисе. Перейдем к другой теме. Как отвернуть заупрямившийся винт или болт, либо упрямую гайку. Во-первых, надо взять в руки хороший инструмент. Причем желательно не с 12, а с шестью гранями. Увеличить усилие можно с помощью второго накидного ключа. Вот таким простым способом. Для верности полезно заранее обстучать гайку, либо головку болта, молотком. Иногда это тоже помогает стронуть крепеж с места. При наличии ржавчины зачистите ее металлической щеткой, а затем используйте легко проникающую смазку. Замочили, подождали, потом беритесь за ключ. Другим эффективным способом ослабления соединения считается нагрев его до красна, например, с помощью газовой горелки. Когда грани уже сорваны, можно попробовать отвернуть гайку зубилом, с ударами молотка по касательной в нужном вам направлении. В каких-то случаях помогает пропиливание нового паза под шлиц-отвертки. Как вариант, к торчащему огрызку болта, либо шпильки, приваривается более крупная гайка, после чего все раскручивается обычным порядком. Но тема удаления так называемых заломышей требует гораздо больше времени на изложение информации, которая, может быть, не всем интересна. Об этом как-нибудь в другой раз. Желаю вам, чтобы ваша машина как можно реже ломалась, и все, что в ней крепится на резьбе, служило вам с максимально возможной надежностью. На сегодня это все. Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам счастливого пути. Редактор субтитров А.Семкин